Приветствую вас и существует несколько моментов, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Первый момент, он заключается, конечно же, в том, что вы по вашим же собственным словам воспитаны достаточно строго, и вся ваша, как вы говорите, молодость разлетелась по чертям. Пожалуй, именно этот вопрос, первый вопрос, вопрос молодости, вопрос вашего осознания себя, вопрос понимания своих желаний, понимания своих стремлений, и нужно рассмотреть. Почему? Потому что он, этот момент, очень важен. Дело в том, что если вы объективно не получаете того, что вам нужно, если вы ставите себе определенные барьеры, если вы не даете себе полноценно развиваться и реализовываться, а это именно так, вы не позволяете себе должным образом правильно и нормально реализовываться, потому что ведь вы, женщина, и как любая женщина, у любой женщины у вас есть свои потребности. Но этим потребностям вы почему-то не позволяете должным образом правильно реализовываться. Соответственно, Соответственно, можно и нужно говорить о том, что первый аспект ваша тотальная неудовлетворенность, первый аспект ваша неспособность, ваша, можно сказать так, неумение и невозможность удовлетворить свои потребности. Соответственно, есть блоки, определенные блоки, которые наблюдаются у вас. Это блоки самого разного характера, начиная от, может быть, комплексов до определенных моральных норм и прочего. здесь, конечно же, очень важно то, какие у вас отношения с родителями. то есть, понятно, что они, родители, воспитывали вас в определенном ключе. Понятно, что родители хотели дать вам самое лучшее. Понятно, что родители пытались вас защитить. Понятно, что родители хотели, желали, чтобы вы не совершили каких-то ошибок в жизни, и поэтому воспитали вас достаточно строгих моральных норм. В принципе, в этом, в самом по себе, в этом нет ничего дурного. но понимаете, какая ситуация? Понимаете, какая проблема? Проблема в том, что ваши родители явно переборщили. Переборщили с этим. И вот почему. Дело в том, что вы выросли судя по всему достаточно зажатым человеком. Вы выросли судя по всему человеком достаточно скромным, достаточно строгим, ну, по крайней мере держащим себя строгость. Так нужно сказать. И вот это вам мешает. Соответственно, возможно, имеет место быть недостаточно правильное понимание того, что является допустимым, что является нормой, а что таковой не является вообще. То есть, вам нужно понять, что для нормального функционирования вас как человека, для нормального функционирования вас как женщины, можно и нужно, собственно, говоря, реализовывать свои желания, свои стремления, свои потребности, без которых у вас не получится нормально существовать. без которых вы не сможете нормально общаться, например, с противоположным полом, без которых вы не сможете гарантировать, что в дальнейшем такая ситуация не произойдет у нас. Ведь вы что произошло по сути? вы общались с детьми, вы общались со своими учениками, и вы общались с ними очень близко, это значит, что вы можете найти с ними язык, общий язык. Для педагога подобное очень хорошо, что вы можете это сделать. для педагога это, вообще-то говоря, прекрасно. Но вы слишком сильно сблизились. С кем? Вы слишком сильно сблизились с одним из учеников. Почему? Потому что на то были определенные в том числе и ваши потребности. И эти потребности как раз-таки и определили ваш стиль дальнейшего общения. Когда вы пишете, когда вы пишете, что вы понимаете, что это плохо, но не можете себя остановить, не можете себя как-то сдержать, и так далее. У этого есть определенная причина. Дело в том, что вас борются два пальца, два противоположных полюса. Первый полюс это моральные нормы, которые, безусловно, имеют на вас достаточно серьезное воздействие. А с другой стороны, это ваши собственные желания и потребности, которые диктуются уже, я бы сказал, природой. Я бы сказал, вашей индивидуальности и личности. так вот, в чем здесь тонкость? Дело в том, что моральные нормы, моральные нормы, хороши лишь тогда, когда они защищают кого-то, когда они защищают людей, когда они как-то вот действуют во благо. Что сейчас происходит? Просто подумайте об этом. Что происходит? происходит то, что вы, во-первых, не видите себя замужней женщиной, вы не желаете, не хотите общаться, значит, ну, со своими ровесниками. Хотя этот момент тоже достаточно серьезный. Потому что, ну, вам же что-то не позволяет, да? Вам все мешает. Есть какой-то блок. возможно, скорее всего, этот блок связан, опять-таки, с моральными взглядами, с нравственными основами, которые залашили ваши родители. А в самом по себе в этом нет, как бы, ничего плохого. Но вы понимаете, что вы рискуете, рискуете, да, остаться одной и быть такой вот неудовлетворенный. И поэтому моральные нормы нужно пересмотреть. Ваши родители давали вам то, что они сами считали верным, что они сами считали правильным. Но, но, это то, что правильнее для них, но не то, что правильнее для вас, как для другого человека, для другого уже совершенно более нового поколения. Это нужно также понимать. Чем лучше вы это осознаете, чем быстрее вы это осознаете, тем лучше вы сможете не вступая в противоречия с родителями, да, не споря с ними, просто какие-то моменты, связанные именно с вашими моральными нормами, которые привили вам они, немножечко подстроить их под себя. Для этого нужно понять, что вы уже взрослый человек, как вы сами себя называете, и вы сами способны нести ответственность за свою жизнь. Вы сами способны нести ответственность за свою судьбу. И этот момент, момент броноботки нравственных норм, моральных норм, и вообще отношения с родителями, почему они так вас воспитали, чего они хотели, чего они боялись, это требует определенной своей работы, своей, ну, как бы это сказать, направленности, то есть отдельного разбора. Дальше. Следующий аспект. Это то, что вы пишете, знаете, вот вы пишете, что ваше детство и молодость разлетелось к чертям. При этом вам 24 года. Вы знаете, складывается ощущение, что вы уже поставили на себе в крест. То есть вам только 24 года, вы уже считаете себя что, старой? Вы уже считаете себя, как вы себя позиционируете, вообще-то говоря, как? Это тоже нужно понять. Молодость человека определяется не физическим возрастом. Потому что, вот, например, часто бывает так, что люди и в 80 лет, и в 70 лет ведут себя на зависть молодым людям, и это совершенно без каких-либо приукрас и так далее. Бывает, что в 18-16 лет люди ведут себя уже так, как будто они старые. То есть, до тех пор, пока у вас в душе живет молодость, живет стремление к жизни, стремление к радости, к стремлению к прогрессу, к риску, и так далее, можно и нынно говорить о том, что вы молоды. и ломерность здесь совершенно ни при чем. Кстати говоря, по поводу физического возраста открою вам небольшие скреты. Дело в том, что только в 33 года человек физиологически достигает своей вершины, после чего клетки начинают стареть. молодость то есть, до 33 лет и плюс еще 2-3 года человек является в физиологическом смысле молодым, способным на все, сильным, находящимся на пике своего развития. И тогда получается, что у вас физиологическое молодость, то есть молодость весьма и весьма условная, да, еще больше 10-ти лет. Подумайте об этом, подумайте об этом, подумайте об этом, вы человек умный, вы человек очень образованный, я вижу это по тому, как вы пишете, подумайте об этом, уверен, пишет размышление в этом направлении у вас тоже может появиться. Дальше, теперь вы пишете, значит, опасные переписки с малолеткой. Значит, ему 18 лет. Уважаемая Назголь, вы знаете, что, вообще-то говоря, в 18 лет людей призывают в армию, вы знаете, что, вообще-то говоря, в 18 лет наступает свое совершеннолечение, вы знаете, что сейчас люди очень быстро взрослеют, очень быстро становятся зрелыми за счет обилия информации. я думаю, что вы слишком сильно себя, знаете, отграничиваете от этого человека. Он взрослый уже, он знает, чего он хочет. Он невинный, и он романтичен. Это действительно незапятнанная душа, незапятнанная душа правильного мужчины, настоящего мужчины, который ради вас готов на все. Скажите, пожалуйста, с кем ему будет лучше? С вами? Такой нравственной, тоже правильной, которая оценит его, которая уже оценит его, которая набрась его усилия в нужное русло, которая поймет его, возможно, вы любите его, которая не позволит и не развратит его. Как вы думаете, ему будет лучше с вами, или с его расписками, которые, грубо говоря, будут пить, курить, ругаться матом, может быть, что-нибудь и похуде. Как вы думаете, долго этот человек будет таким, вот таким невинным, таким романтичным, таким душевным и открытым? Думаю, что нет. Только вы способны сохранить вот эту искорку в нем. Только вы способны удержать правильное направление молодого человека. Только вы способны дать ему веру в то, что настоящие женщины, настоящие принцессы существуют. И эта принцесса для него вы. Не думаю, что правильно здесь его отталкивать. Хотя бы по тем причинам, которые я описал. Далее. Следующий момент, о котором мне хочется вам сказать. Значит, во-первых, чего вы боитесь? Конкретно. Почему вам страшно? Конкретно. А какие формальные законы вы нарушаете? Вот формальные законы. он скрещенолетний, никаких преступлений нет. Вы делаете все по обоюдному согласию. То есть, какое-либо насилие отсутствует. Вы говорите, что он очень романтично собирает вам сыты. Вы хотите сыты разрушить? Зачем и для чего? Не совсем. Понятно. Да, может быть, у него влюбленность. Может быть, эта влюбленность у него пройдет. Может быть. Может быть и нет. Но я думаю, что и вам, как женщине, нужно вот такое мужское внимание. Ведь вы подумайте, почему вы не можете почему вы не можете заводить серьезных отношений с ровестиками. Почему? Потому что они вам чем-то не нравятся. Они вас чем-то не устраивают. Зануднее вы себя не можете представить тоже. здесь имеются определенные блоки. Здесь может быть имеется страх крытомучества. Может быть какие-то комплексы. Может быть просто еще негативные. Так бывает. Но! Но! То, чтобы поддаться своим чувствам при том условии, что у вас не было нормальных отношений. Это абсолютно естественно. Я не думаю, что стоит зарывать пары. я не думаю, что стоит как-то действовать по законам разума. Здесь. Ибо ничего плохого в этом нет. Другое дело, что названные проблемы, а именно проблемы детско-ронических отношений, проблемы идентификации вас как женщины и проблемы с замужеством, проблемы с страхом, возможно проблемы с пониманием мужчин. Вот эти проблемы вам нужно разобрать. Эти проблемы вам нужно разобрать, чтобы освободиться от них и подумать, как вы воспринимаете вашего парня на данный момент. Как возможное средство для удовлетворения своих потребностей, или как самоцеп. Пока что похожа на то, что вы воспринимаете его как средство. Да, вы не очень правильно представляете себе, что он из себя представляет. Вы считаете его маленьким, но маленьким вы его, наверное, считаете в силу того, что начали учить его тогда, когда он действительно был маленьким и не заметили, как он взрослел. То есть вы это не изменились за то время, пока он взрослел. А он изменился очень сильно. И вот этого изменения вы не заметили. Это, знаете, как родители воспитывают своих детей и они видят, что дети маленькие, 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 маленькие. И они очень взрослые. И родители не понимают, он искренне не понимает, когда его ребенок успел повзрослеть. Ведь он же не был взрослым еще какое-то время. А! Уже он взрослел. Непонятно. Тем не менее, это происходит. И вам нельзя на это нагромать глаза. И дальше. Важный момент, Надгуль. Если вы не захотите работать со специалистом приватно, если вы не захотите консультироваться, то я хочу вам сказать очень важную вещь. Дело в том, что не стоит воспринимать восприятие молодого человека, а это именно уже молодой человек. Значит, не стоит воспринимать ваше восприятие молодого человека в качестве источника удовлетворения своих потребностей, ваших потребностей. Так что это плохое. Смотрите. А молодой человек в вас нуждается, и вы в нем нуждают. Не разрушайте его надежды, не разрушайте его иллюзии. Лучше позвольте и ему и себе быть взаимовыгодными и взаимополезными друг для друга. Но если у вас к нему есть только вот это стремление удовлетворить свои потребности и не более того, то будет лучше, если вы с ним будете честны. Скажите ему правду, что я не против с тобой время, но у меня нет тебе любви. Я говорю, ты мне нравишься, ты не симпатичен, ты очень красивый, возможно, я чувствую в тебе влечение. Я не против отношений, но любви у меня к тебе нет. Если вы будете честными к нему, мужчина это оценит. Мужчины вообще любят честность. Ну, все люди любят честность. И вам эта честность нужна. Потому что этот парень этой честности заслуживает. В принципе, все. На этом можно закончить. Понимаете, наш гость, я могу сказать, что встречал людей, которые были так же, как вы, нравственно, очень воспитаны. и у вас есть два варианта развития событий. Либо вы активно и реально решаете те нравственные принципы, которые привели вам родители. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего дурного. Если вы будете это делать, то это ваш выбор. Это ваш выбор. но вы можете в таком случае никогда не стать счастливой. Вы можете в таком случае никогда не реализовать себя как женщина. и, может быть, вы выйдете за какого-нибудь мужчину по расчету, по браку, который не будет вас ценить, повозять любить всего такого вот вашего воспитания. А можете предположить, хотя бы просто предположить, что те моменты, которые дали вам родитель, были справедливы для них, но не совсем справедливы для вас. То есть, подвергнуть сомнению то, что они вам внушили. Подвергнуть сомнению ту точку зрения, которую вы сейчас имеете. Понять и осознать, что какие-то моменты вы воспринимаете неверно и увидите у них только определенные признаки. У вас нет осознания того, что в действительности происходит. Ведь моральные нормы хороши, я уже повторяю, я уже повторяю вам, они гораздо тогда, когда вы счастливы. Но если они им вредят, то это моральные нормы устаревшие. И моральные нормы могут как выжить человека, так и ограничить его. Нужно понимать вот эту град. И я отдаю себе счет в том, что гораздо проще следовать моральным нормам во всем. тогда можно прожить вашу жизнь очень плохо, очень скучно, очень несчастно и быть оглобленным. Чтобы этого не произошло, чтобы не развеять вашу дальнейшую жизнь к чертям, как вы говорите, можно что-то менять. Заходите вы менять что-то или нет, это ваше право, это ваш выбор. Но если захотите, я готов вам помочь. Пока, думаю, пищи для размышлений вам более чем достаточно. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Лучшим желаю вам всего доброго и удачи.